МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события дня. Меня зовут Анна Пикулина. И прямо сейчас мы готовы поделиться самыми актуальными новостями из жизни Курской области. Проверил ход реализации региональной программы по ремонту дорог, побывал на полигоне твердых бытовых отходов. Глава региона Роман Старовой с рабочим визитом посетил сразу два района. Вместе с ним в Дмитриеве и Железногорске побывала Мария Колосова. В Курске в Семском округе открылся второй центр здоровья. Жителям этой части города станет проще пройти диспансеризацию. Среди первых посетителей Кристина Горлатых. В Курск доставили частичку мощей преподобного Сергия Радонежского. Как встречали святыню, расскажет Ангелина Яхонтова. Начнем выпуск с событий вторника. Роман Старовой с рабочим визитом посетил два района – Железногорский и Дмитриевский. И сразу несколько значимых для региона объектов. Уделил внимание экологии, коммунальной инфраструктуре, пообщался с дольщиками. Отдельно остановился на теме дорожного строительства. Мария Колосова продолжит. Событие, которого жители Дмитриева долго ждали. Детский сад «Улыбка» на улице Веры Терещенко открылся около двух недель назад и уже набрал две группы маленьких воспитанников. Глава региона заглянул к малышам. Проверил, как оборудованы музыкально-спортивный зал, медицинский и пищевой блоки. Результатом остался доволен. Сейчас в саду идет набор в оставшиеся две группы. Здесь ждут малышей от полутора до трех лет. Для них подготовили специальную программу адаптации. Открытие у нас 22-го было, августа. Детки начали ходить. У них сейчас проходит адаптационный период. То есть они сначала приходят на два часа, потом на три часа. И постепенно, на этой неделе мы думаем уже оставлять их на сон. В Железногорском районе губернатор посетил одно из самых проблемных мест – полигон твердых бытовых отходов. Он находится в шести километрах от города. Но даже на таком расстоянии причиняет массу неудобств местным жителям. Полигон функционировал с самого начала строительства города Железногорска. В 2018-м его закрыли. Это место было проблемным. Здесь часто горел мусор. И вот, наконец, в этом году специалисты приступили к ликвидации свалки. Проблему решают комплексно. Сейчас формируют полигон, огораживают с помощью откосов. В дальнейшем здесь обеспечат фильтрацию воздуха, грунта и воды. Для этого строят специальные установки. Работы идут с опережением сроков на год. Завершить планируют в 2023-м. Нам удалось получить федеральное софинансирование в размере полутора миллиардов рублей. В целом стоимость выполняемых работ по ликвидации этого полигона – 1 миллиард 850 миллионов рублей. Обыватель здесь увидит просто зеленый курган, который не издает неприятных запахов и не имеет негативного воздействия на экологию. Также губернатор посетил Слободу-Михайловку. Здесь полным ходом идет реконструкция водопровода. Работы должны завершить до конца сентября. Завершаем мероприятие по реконструкции двух проектов. Один включается 5 улиц и второй – 3 улицы. Выполняем реконструкцию более половины сетей водоснабжения. Есть планы и на следующий год. Специалисты сделают новую скважину, чтобы увеличить подачу питьевой воды в летнее время. И еще одна остановка – уже в самом Железногорске на улице Никитской. Здесь решается проблема с недостроем. Губернатор встретился с дольщиками, ответил на вопросы и рассказал, когда люди смогут заселиться в долгожданные квартиры. Ввод дома в эксплуатацию состоится до 1 января 2023 года. И жильцы смогут получить ключи от своих квартир до конца февраля следующего года. И снова Дмитриев. Отдельный и немаловажный вопрос – дорожная инфраструктура. Муниципалитет второй год принимает участие в региональной программе. За это время специалистам удалось привести в порядок немало улиц. А это новый мост через реку Крупка. По переправе смогут ездить в том числе большегрузы, которые пойдут в объезд только что сделанных городских дорог. Начали объект в конце прошлого года. На сегодняшний день мы практически закончили. Осталось разобрать временный мост, по которому шло временное движение, и в принципе сделать благоустройство. Появится в Дмитриевском районе и новая дорога. Она соединит федеральную трассу и молочную ферму. Похожий объект, ведущий к агрокомплексу, возводят и в Железногорском. В прошлом году у нас были введены в эксплуатацию две крупные молочные фермы. Два комплекса крупного рогатого скота. Очень большое интенсивное движение грузового транспорта, потому что подвозится корм, вывозится молоко. По сути, треть всей молочной продукции, всего молока, который вырабатывается на территории Курской области, это два комплекса. Дороги построят уже в этом году. В следующем уложат верхний слой покрытия и благоустроят территорию. Мария Колосова, Алексей Еременко. События дня. Проверить состояние своего организма в Курске можно в торговом центре «Поворот». Это в Сеимском округе. Там на втором этаже открылся еще один центр здоровья. В будни врачи третьей городской поликлиники проводят здесь бесплатный осмотр всех желающих. Пройти первичное исследование и получить рекомендации специалистов. Центр здоровья заработал в торговом центре на проспекте Кулакова. Стать его посетителем очень просто. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Место регистрации не имеет значения. У меня сердце, я хочу в КГ пройти и анализы. Нет, тогда нет. А там посмотрим. Спасибо, что так сделали. Осмотр могут пройти все желающие, а также переболевшие ковидом. Напомним, для них предусмотрена углубленная диспансеризация – первичный этап, который в центре здоровья проведут врачи третьей городской больницы. Изначально это антропометрия, пульсоксиметрия, измерение артериального давления, а также спирография и исследование системы сердца, кардиовизор. А также производится забор биоматериала, кровь для исследования на биохимию. Результаты анализов направят в поликлинику, к которой пациент прикреплен. В случае выявления отклонений предусмотрено направление на дополнительное обследование. Это уже второй центр здоровья в городе. Первый открылся месяц назад в Мегагрине. В течение того месяца, в котором мы работаем в Мегагрине, мы действительно видим положительный эффект, положительное и отношение населения, и в том числе действительно мы выявляем заболевания на ранних стадиях. Врачи принимают здесь в будни с 12 часов дня до 8 вечера. Кристина Горлатых, Сергей Малеев, События дня. Эффективно, с точностью до миллиметра. Курские отоларингологи из центра Медосист проводят сложнейшие операции с использованием навигационной лорстойки. Такая установка пока одна в Черноземье. С ее помощью хирург получает доступ в самые сложные и закрытые участки при операции. О мастерстве докторов от Арины Ларингологов наш следующий сюжет. С лор-навигационной стойкой теперь возможно проводить хирургические вмешательства с точностью до миллиметра. Полисинусотомия, удаление полипов – операция сложная. Цена ошибки может быть слишком высока. Надо вскрыть и лобные пазухи, и клетки решетчатого лабиринта, и задние клетки решетчатого лабиринта, и, самое главное, кленовидные пазухи. Если в этих пазухах ошибиться и пройти чуть дальше, мы провалимся либо в полость черепа, либо в орбиту. Исключить всевозможные ошибки и осложнения при проведении операции помогает навигационная стойка. Ультрасовременное оборудование позволяет проводить более точные и аккуратные хирургические действия, сводя к минимуму повреждения важных анатомических структур. Такая установка, используемая в лороперационных, в Черноземье на данный момент одна. Мы приобрели навигационную установку, чтобы обезопасить нас и пациентов наших. Благодаря ей мы точно знаем, что за определенной стенкой кленовидная пазуха, что мы можем смело ее вскрывать. Аденотомия, лазерная вазотомия, исправление перегородки, удаление новообразований. Опытные хирурги медосиста проводят операции с применением новейшего оборудования. От простых до самых сложных, в том числе связанных с пластикой лорорганов. После хирургического вмешательства пациент на день-два остается в стационаре. И в этом одно из главных преимуществ медцентра. Первичное звено совмещено с хирургическим стационаром. Кроме этого, опытные врачи ведут пациента и после операции. Юлия Терещенко, Владислав Соболев, События дня. В Курской области продолжает действовать федеральная программа «Земский учитель». По ней педагоги получают работу в небольших городах и селах на несколько лет. Господдержка – миллион рублей. Так, в этом году в Ольговской школе появился долгожданный учитель английского языка. На уроки побывала Ангелина Яхонтова. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Я рада вас видеть. Спасибо вам. Теперь с этой фразы начинается каждый урок английского в Ольговской школе номер два. Ирина Панина здесь человек новый, работает всего неделю, но уже успела найти взаимопонимание с ребятами. Это на самом деле такой момент, что каждый день у меня по семь уроков, время очень быстро пролетает с детьми, когда общаешься. То есть вот это именно время урока совершенно незаметно. То есть как вот это же полдня проходит, а она совсем усталости не чувствуется. Квалифицированного учителя английского искали больше года. Подыскивали кадры и параллельно. Честно говоря, даже не ожидала, что по этой программе в нашу школу так быстро, я считаю, что быстро, будет направлен учитель. Мы открыты для новых кадров. Уверена, смогу подготовить выпускников к ЕГЭ и дать знания ученикам средних классов, говорит Ирина Ивановна. Кстати, в наш регион она переехала из Липецка, но работы в глубинке не боится. По контракту я могу здесь работать пять лет, но если у нас все дальше складывается, у меня есть планы даже здесь остаться, то есть на постоянное место жительства. В этом году на участие в программе «Земский учитель» в Курской области на пять мест поступило 25 заявок из разных уголков страны. Предварительно проводится конкурсный отбор согласно положению. Претенденты предоставляют документы к нам в Центр. Мы являемся региональным оператором по приему документов. Конкурсная комиссия проводится отбор, и претенденты, набравшие на большее количество баллов, становятся победителями. Так, по одному человеку направили работать в школы Льгова и Солнцевского района. Еще три педагога теперь трудятся в Пристинском. Ангелина Яхонтова, Сергей Малеев и Геннадий Воробьев. События дня. Заступник земли русской и покровитель воинов и учащихся. В Курск прибыли мощи преподобного Сергия Радонежского. В течение трех дней верующие смогут поклониться святыне. У ворот Знаменского собора ее встречали сотни православных. В этом году Русская Православная Церковь отмечает 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В честь значимого события принято решение провести масштабную программу по принесению святыни в епархии крупных городов страны. Для всех православных курян 7 сентября стало поистине радостным и светлым днем. Под благостный звон колоколов верующие встречали ковчег с мощами старца у стен Знаменского собора. Православные обращаются с искренними молитвами к Сергию Радонежскому и в горе и в радости. Каждый уверен, святой обязательно поможет. Я проснулась легко, знаете, прямо как бы на душе легко и встала, как бы, да, вот, радостно, конечно, радостно, потому что это ж не каждый, ну, как бы, год бывает, да, уже давно не было его мощей здесь, вот, очень, как бы, ждем. Мы ему молимся, по его молитвам много, как бы, чудес происходит. Для всех православных христиан, конечно, это большой праздник, и для меня в том числе, потому что хочется, конечно, попросить мира и здоровья для своей семьи и для всех православных христиан для всего мира. Жизнь Сергия Радонежского заключалась в служении Богу, Отечеству и народу, а его образ подавал пример и вселял надежду. Такое состояние даже вот не передать, как бы то он вот с нами. Очень сейчас смутное, тяжелое время, а мы будем молить наших угодников, чтобы они за нас заступались и нас оберегали и спасали. Помолиться перед святыней верующие смогут до 9 сентября включительно. Ангелина Яхонтова, Владислав Соборев, События дня. В Курске стартовал осенний-зимний сезон программы «Ты предприниматель». Первая встреча состоялась в рамках федерального проекта Клуба молодых предпринимателей «Росмолодежь бизнес». На ней обсудили продвижение в социальных сетях, контент-маркетинг и СММ. О чем еще говорили на деловой площадке, расскажет Диана Горяйнова. Масштабировать бизнес, разбираться в финансах и маркетинге, успешно проводить переговоры, завести полезные знакомства, известные спикеры, практичные советы. Александр Слепинин и Александр Скатилов на встрече впервые. Молодые предприниматели больше года развивают сеть пиццерий в Курске. Хотели бы открыть заведения в других городах страны. Я думаю, что мы сможем обменяться опытом, и здесь много будет классных спикеров. Мы хотим перенять этот опыт и чем-то поделиться. Потому что мы знаем, как талант превратить в бизнес. Делиться знаниями с курскими предпринимателями приехал известный бизнес-тренер и педагог-психолог Андрей Копнин. Он проводит мастер-классы по критическому и креативному мышлению, развитию эмоционального интеллекта, стресс-менеджменту. Слушайте, всегда классно выступать перед аудиторией молодых предпринимателей. Это всегда какой-то некий драйв аудитории, всегда ощущение того, что люди идут вперед и всегда что-то хотят. Мы идем вперед, у нас нет никаких препятствий, мы все придумаем и все преодолеем. Вот эта атмосфера, она прямо здесь висит. И это очень классно. Своим опытом с курскими бизнесменами поделился и Вячеслав Прохоров, эксперт в сфере таргетированной рекламы и маркетинга в социальных сетях. Я рассказываю обычно о том, чего делать не надо, потому что людей, которые готовы рассказать о том, что делать надо, их целая очередь. И в целом я сегодня расскажу предпринимателям, мы с ними пообщаемся на тему того, а что происходит с социальными сетями в 2022 году. Потому что многое поменялось, было много новостей о том, как со всем этим жить, как работать, на что стоит обращать внимание, чего делать, чего не делать. Ну и о том, в принципе, почему это важно и почему весь маркетинг, это в любом случае работа с людьми. Курская область стала пилотным регионом, в котором запустили всероссийскую программу по развитию молодежного предпринимательства. А это значит, что область станет площадкой для проведения мероприятий федерального уровня. Сегодня у нас есть гости, в том числе и представители федерального агентства по делам молодежи, которые предложат свои новые идеи, предложат свои форматы включения молодых предпринимателей, либо тех молодых людей, которые мечтают войти в пул молодых предпринимателей, предложат новые кейсы. Ну и самое главное, мы рассчитываем, что по итогам данной сессии каждый молодой человек придет новой компетенции. 4 октября пройдет встреча клуба молодых предпринимателей в формате «История успеха». Мероприятие будет еще более масштабным, его смогут посетить 100 участников. Диана Горяйнова, Алексей Еременко. События дня. Выставки из Третьяковки в Курске в этом году не будет. Из-за нестабильной ситуации жители региона не увидят шедевры столичного музея, зато увидят свои. Галерея Дейнеки обновила экспозицию «Золотой век голландской живописи», русское искусство 18-го начала 20-го столетия и советский период, блистательно зафиксированный нашим земляком Александром Дейнекой. «Наше все» для каждого курянина Александр Дейнека занял едва ли не целый этаж галереи. Разнообразие жанров, техник, периодов – тем острее угол отражения времени, в которой жил художник. Автопортреты – от юноши в Панаме до героического атлета образца 1948 года. Советские пятилетки, успехи авиации, рабочие, колхозницы – достоверное отражение этапов, которые переживала страна и художник. Вот мы видим здесь и ранние работы, и поздние работы, и зарисовки, и этюды военного времени. Такой баланс на грани жанров, потому что Дейнека с его острым видением любого персонажа иногда создает то, что вполне можно назвать шаржами или карикатурами. Усадебный городской портрет XIX века представлен в этом небольшом зале. Часть экспонатов связана с Курском. К примеру, изображение Ульяна Агеевича из Единого, семья которого владела землями в Ольговском уезде. История искусств – это не только про шедевры. Живопись была частью жизни людей разных сословий. На холсте каждый мог стать историей. Создателями таких портретов очень часто были художники-самоучки из крепостных или из представителей других сословий. А моделями их были, их хозяева, если это были крепостные, городские купцы, просто мещане и горожане. Ну и хедлайнеры каждой выставки – шедевры отечественной живописи, которые расскажут не только о русском искусстве, но и об истории и литературе. Левитан, Тропинин, Шишкин, Крамской, Репин. Что не имя из хрестоматии. И пусть наше собрание не так богато шедеврами, как Третьяковская галерея или Русский музей, которых мы ждали в эту пору, тем не менее выставка позволяет вспоминать важные этапы страницы истории русского искусства. В октябре здесь откроется выставка в памяти о народном художнике Василии Ерофееве, а также персональный вернисаж Владимира Соколинского. Ну а с 14 сентября в галерее стартует первый из пяти мастер-классов проекта «Это не Малевич. Версия 2022». Он реализуется благодаря гранту президентского фонда культурных инициатив. Этот проект рассказывает о том, кто такой Малевич, откуда появился его язык супрематизма. А на практических мастер-классах мы предлагаем перевести классическую реалистическую живопись на язык супрематизма. То есть уметь увидеть в классической композиции цвета, формы и перенести привычное изображение на язык геометрических фигур. И еще одна приятная новость. Любителям эстетского мерча тоже стоит заглянуть в галерею. Помимо магнитов и открыток здесь появились значки и обложки для паспорта студенческого или проездного. Юлия Матвеева, Антон Латышев. События дня. «Чувствуем вместе» в Сверидовском прошел концерт, посвященный Дню города. На сцене выступили известные курские исполнители симфо-джаза братья Андрей и Михаил Ивановы, а также артисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Братья Ивановы знают, как увлечь даже самого искушенного зрителя. Их композиция – это всегда что-то свежее и неподражаемое. Сочетание стилей и жанров – отважные эксперименты и виртуозное мастерство исполнения. На курской сцене зрелищный перформанс музыкальных произведений классиков от музыкантов из Курска, Питера и Москвы. Композиции Георгия Сверидова в современной обработке и авторские произведения с элементами курских традиционных обрядовых песен. Также мы покажем воспоминания о том, что 30 лет назад мы с братом впервые сыграли свою новую программу, тогда еще «Мое русское сердце» на самом престижном европейском фестивале «Джаз Монтрёх» в Швейцарии. Своё выступление артисты посвятили 990-летию Курска. Юбилей горожане отметили в минувшее воскресенье. Концерт состоялся в рамках Сверидовской арт-экспедиции. Это большая творческая экспедиция, которая позволила создать новые, я бы сказала, музыкальные шедевры нашего края, нашей русской музыки. И музыканты, которые на протяжении 30 лет во всем мире пропагандировали нашу традиционную фольклорную музыку в импровизации, в джазе. Дух новизны и ностальгия. Выступление артистов не оставило равнодушным ни одного зрителя в зале. Кристина Горлатых, Антон Латышев. События дни. И на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. Всего вам доброго и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо. Спасибо.